Вице-губернатор рассказал, что ведутся переговоры с Российским футбольным союзом о проведении сборов клубов «Премьер-лиги» в Сочи. Для этого здесь есть все необходимое – и тренировочная инфраструктура, и гостиничная. К Кубку Конфедерации, Чемпионату мира построены прекрасные тренировочные поля. Всего в Сочи есть 11 стадионов, площадок, где можно играть и тренироваться круглый год. К тому же для команд это значительно дешевле, чем проводить сборы за границей, отметил Николай Далуда. Решение уже фактически принято. И, конечно, прежде всего, что этот стадион останется как футбольный стадион после проведения Чемпионата мира. Мы планируем, что одна из команд, которая на сегодняшний день играет в городе Сочи, это будет база для этой команды. Также ФИШ сможет принимать игры сборной России. Сертификат международной категории уже получен. Еще одним направлением в работе стадиона, по словам вице-губернатора, станет проведение масштабных культурных мероприятий. В целом, объекты и организация первого матча Кубка Конфедерации в Сочи получила высочайшие оценки экспертов. Президент ФИФа назвал газон ФИШта «чистым бархатом». После окончания Кубка Конфедерации стадион продолжат готовить к Чемпионату мира. Среди всех объектов Мундиаля ФИШт, по словам специалистов, самый интересный, так как изначально не строился как футбольный стадион, а был реконструирован после проведения церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр.